Информационная служба Первого канала продолжает всю работу 14 часов в выпуске Джарчи в студии Тамила Ширинова и главные новости к этому часу. Сегодня во французском курортном городке Давиле на саммит Большой Восьмерки будет обсужден Нагорно-Карабахский конфликт. В незаконных акциях в Тбилиси два человека погибли, 37 получили ранения. В июне будет свергнут режим Маммара Каддафи, предупреждает Североатлантический Альянс. В ответ на американские санкции Иран ввел санкции против 26 политиков США. Теперь об этих и других событиях более подробно. Вооруженные силы Армении с позиции близ села Мехтели Джабраильского с позиции со стороны Безымянных высот на территории Геодобекского со стороны Безымянных высот сел Гурган и Ашагы Абдул-Рахманлы Физулинского районов обстреливали из автоматов и пулеметов противоположные позиции азербайджанской армии. По информации Минобороны, ответным огнем обстрел был подавлен. Проект резолюции по Нагорному Карабаху останется в повестке 65-й и даже 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в информационном центре штаб-квартиры ООН. На следующей 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ожидается обсуждение двух вопросов в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. Эти документы резолюции под названиями «Затяжные конфликты на пространстве Гуам и их влияние на международный мир, безопасность и развитие» и «Положение на оккупированных территориях Азербайджана». Дата вынесения на обсуждение проектов резолюции будет уточнена в конце июня. 66-я сессия будет созвана 14 сентября 2011 года. Делегация под руководством главы межпарламентской группы «Дружба» Великобритании и Азербайджан Марка Филда находится с визитом в нашей стране. Как сообщили Мильли Меджлисе, целью визита является обсуждение двусторонних отношений, в частности развитие межпарламентских связей между двумя странами. Сегодня во французском курортном городке Давиле открывается саммит «Большой восьмерки», на котором лидеры наиболее развитых государств мира обсудят ряд глобальных и региональных проблем. На саммите ожидается также обсуждение Нагорно-Карабахского конфликта. По словам помощника президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Сергея Приходько, главы России, Соединенных Штатов Америки и Франции выступят совместным заявлением относительно вопроса по конфликту. В числе обсуждаемых тем – ситуация на Ближнем Востоке, революция в Северной Африке, борьба с терроризмом и ядерной безопасностью, а также будущее интернета. Главными темами в этот раз станут ситуации на Ближнем Востоке, революция в Северной Африке, борьба с терроризмом и ядерной безопасностью. Впервые в истории главы государств обсудят будущее интернета. Значительная часть повестки дня была сформирована под влиянием разрушительного землетрясения в Японии серии массовых выступлений в арабских странах. На рабочем заседании участники саммита поднимут вопрос усиления мер ядерной безопасности, последствия аварии на АЭС Фокусима и трагедии на Чернобыльской АЭС, а также вопросы изменения климата. Огромное внимание в ходе саммита будет уделено событиям в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В частности, главы государств рассмотрят вопросы оказания финансовой помощи Египту и Тунису, экономика которых серьезно пострадала от недавних революций. Лидеры «восьмерки» также обсудят ситуацию в других странах региона. В частности, они попытаются обобщить свои позиции по Ливии и Сирии, отношения к событиям, в которых у членов группы разные. Очевидно, главам ведущих стран не удастся избежать обсуждения скандала вокруг бывшего главы МВФ Доминика Строскана. Саммит G8 продлится два дня и завершится завтра. На эти дни обычно спокойный курорт на Давиль превратился в укрепленный лагерь. В районе проведения саммита созданы несколько зон безопасности. В главной из них, где расположены отели глав государств и конгресс-центр, запрещено движение автотранспорта. Во второй движение осуществляется только по пропускам. Правоохранительные органы контролируют все дороги, ведущие в Давиль. Ближайший к городу аэропорт закрыт. В дни саммита он будет обслуживать только самолеты и вертолеты делегаций. Вокзал также временно прекратил работу с моря Давиль. Прикрывают силы ВМС Франции и жандармерии. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедяров в рамках визита в Индонезию провел встречу с министром иностранных дел Индонезии Марти Натали Гава. Министр обеих стран обсудили вопросы углубления двустороннего сотрудничества, а также сотрудничества на международном уровне, в частности, в рамках движения «Неприсоединение». Министр Индонезии поздравил азербайджанского коллегу со вступлением в эту организацию и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Азербайджан сегодня самая стабильная и безопасная страна постсоветского пространства. Ежегодно у нас проводятся многочисленные международные, спортивные, культурные, общественно-политические и прочие мероприятия. В страну прибывают тысячи участников, журналистов, туристов из разных стран. Не было отмечено ни одного неприятного инцидента с участниками этих мероприятий. Об этом в интервью агентству «Тренд» отметил заводделом по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана Али Гасанов, комментируя вопрос о проведении в Баку песенного конкурса «Евровидение-2012». По словам Али Гасанова, правила проведения конкурса определяют Европейский вещательный союз и представители этой страны структуры. В Азербайджане – общественное телевидение. Этой ночью в Тбилиси полиция подавила мизинг-оппозиции, требующие отставки президента Михаила Саакашвили. Обеих сторон есть пострадавшие. По некоторым данным, есть жертвы. После разгона акции протеста в Тбилиси скончался еще один человек. Как сообщил на брифинге официальный представитель МВД Шота Утиашвили, предположительно смерть 54-летнего мужчины наступила в результате наезда машины из кортежа экс-спикера Нино Бурджанадзе. По данным Интерфакса, на этот час в больницах в Тбилиси с различными травмами находятся 37 человек. Среди них 8 полицейских и 1 журналист. Отметим, что минувшую ночь в Тбилиси полиция жестко подавила митинг-оппозиции, требующий отставки президента. Спецназ применил против демонстрантов слезоточивый газ, дубинки и водометы. Сотни протестующих были задержаны. Среди них сын одного из лидеров оппозиции Нино Бурджанадзе – Анзор Бицадзе. Он был задержан на территории республиканской больницы, куда пришел вместе с матерью узнать о состоянии пострадавших соратников. По последним данным, полиция освободила Бицадзе. Однако, как сообщают в СМИ Грузии, до сих пор неизвестно местонахождение супруга Бурджанадзе Бадри Бицадзе, а также еще одного лидера оппозиции, бывшего министра госбезопасности страны Иракли Абатиашвили. Бурджанадзе назвала разгон митинга оппозиции карательной акцией. В Йемене развернулись ожесточенные бои недалеко от аэропорта столицы страны Саны. Воздушная гавань закрыта, все самолеты перенаправляются в Аден. Столкновения идут между правительственными войсками и племенами, которые добиваются ухода в отставку президента Али Абдулла Салеха. В связи с продолжающимися гражданскими волнениями в стране, Соединенные Штаты начали принудительную эвакуацию тех персонала своего посольства в Йемене, а также членов семей дипломатов. В столице Йемена Сани и многих других крупных городах страны продолжаются массовые беспорядки, столкновения между сторонниками и противниками действующего президента Али Абдулла Салеха. Столкновения в районе аэропорта Сани привели к его закрытию. Все рейсы перенаправляются в аэропорт в Адене. Вооруженные люди заняли несколько зданий, не подойдет президентской резиденции. В столкновениях между полицией и бойцами погибли по меньшей мере 44 человека. В понедельник Совет Сотрудничества арабских государств Персидского залива заявил об отзыве своей инициативы по мирному урегулированию в Йемене из-за отказа главы страны подписывать соглашение, которое предусматривало мирную передачу власти от президента в течение месяца в обмен на защиту от преследования. Гостевартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок в эту страну и начал принудительную эвакуацию техперсонала своего посольства в Йемене, а также членов семей дипломатов в связи с продолжающимися гражданскими волнениями в стране. Авиация НАТО нанесла новые удары по столице Ливии-Треполи. В частности, бомбардировки подвергло здание профессионально-технического училища. Есть сообщения о погибших и разрушении. Бомбардировки Треполи силами НАТО продолжаются третий сутки подряд. Им предшествовало заявление президента США Барака Обамы о необходимости отказа от власти ливийского лидера полковника Муамара Каддафи. По словам американского президента, ему не стоит рассчитывать на какие-либо уступки. Напомним, ситуация в Ливии будет обсуждаться сегодня на саммите Большой Восьмерки во Франции. Сегодня в Стамбульском районе Этилер на автобусной остановке под мостом Коч прогремел взрыв. Согласно предварительной информации, в результате происшествия получили ранения 7-8 человек. На место взрыва прибыли полицейские машины и кареты скорой помощи. Из-за угрозы второго взрыва окружающая территория была освобождена. В Стамбуле ищут второе взрывное устройство, которое может находиться недалеко от места первого взрыва. В нескольких крупных городах Греции прошли масштабные митинги против правительственных мер по борьбе с бюджетным дефицитом, главной из которых стало снижение зарплаты пенсий. Самая массовая акция состоялась в Афинах, где здание национального парламента на протяжении нескольких часов пикетировали более 10 тысяч человек. Участники митинга не расходились до поздней ночи. О своем недовольстве действиями Кабинета министров они заявили громко буквальным смыслом. Межлис Ирана ввел санкции против 26 высокопоставленных военных и должностных лиц США. В список попали командующий вооруженными силами США в Ираке генерал Рэй Одьерно, бывший глава ФБР Томас Пикар, бывший шеф Пентагона Дональд Рамсфельд и нынешний начальник тюрьмы Гуантанамо контр-адмирал Джеффри Харбисон. Пока непонятно, что именно означают санкции и в чем будут ограничены попавшие список лица. По словам члена парламента Казима Джаллили, в самое ближайшее время будет уточнено, что предполагают собой данные санкции. Накануне президент США Барак Обама выступил перед британским парламентом впервые в истории. Президент США удостоен такой чести. Главной темой его речи стала ситуация на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Обама заявил, что демократию в этом регионе Запад должен поддержать материально, в частности наладить торговые связи с новыми властями Туниса и Египта. В завершении своего трехдневного визита Соединенных Королевствах глава США отметил банкетом честь королевы. Прием был дан в американском посольстве в Лондоне. Лизаида II даже оставила автограф в альбоме для посетителей. Барак Обама в ходе визита в Великобританию подарил Елизавете II коллекцию редких фотографий и предметов, относящихся к визиту в США ее родителей. Супруг королевы принца Филипп получил удила и подковы. А президенту США ее величеству вручила подборку писем из своих архивов. Первой леди США Миша Любами достались в подарок старинный брошь в виде роз, изготовленный из золота и алых кораллов. К другим темам от мощных торнадо пострадали американские штаты Канзаса и Оклахома. Очевидцам удалось заснять на камеру мобильного телефона гигантские вихри, которые сметают все на своем пути. Погибли по меньшей мере шесть человек, десятки пострадали. Тем временем увеличится список жертв в городе Джоплин в штате Миссури, который был наполовину разрушен мощными вихрями. Сейчас там ведется разбор завалов. По последним данным погибли 125 человек, по некоторым данным 140. Более 800 пострадали, около полторы тысячи считаются пропавшими без вести. В Исландии прекратилось извержение вулкана Гримсвоттен. Последние дни из-за вулкана были отменены свыше тысячи авиарейсов. Эксперты опасались повторения прошлогоднего транспортного коллапса, вызванного извержением другого исландского вулкана Эйвяфед-Льокодель. По похожей мрачные прогнозы не оправдались. Ученые констатировали, Гримсвоттен заснул. Группе энтузиастов даже удалось дойти до кратера вулкана и в непосредственной близости снять последние выдохи из полина. По расчетам специалистов, пепел в небе над Европой уже сегодня. Полностью рассеется, и авиасообщение будет нормализовано. На юге Азербайджана произошло землетрясение. Как сообщили в Центре Республиканской сейсмологической службы, землетрясение произошло сегодня в 8,21 км к северо-западу от города Лянькаран. Магнитуда землетрясения составила 3. Глубина – 38 км, подземные толчки не ощущались. Этим летом в Голливуде начнутся съемки фильма о том, как был убит террорист номер один Усама Бен Ладен. Как накануне официально объявили в Голливуде, режиссером пока еще безымянной картины станет Кэтрин Бегеллоу. Ее лента «Повелитель бурь» о войне в Ираке в прошлом году получила сразу 6 Оскаров. Напомню, террориста номер один застрелил американский спецназ в начале мая. Бен Ладена после почти 10 лет поисков обнаружили в особняке, 50 км от столицы Пакистана. Самая знаменитая телеведущая Америки провела последний эфир. Опра Уинфри – 25 лет на ТВ. Ее ток-шоу – самое рейтинговое в истории. И посетители его в общей сложности – 30 тысяч гостей. Но в прощальном выпуске главной героиней была сама Опра. Опра Уинфри сама стала главным героем своего последнего шоу 4561-го по счету. Редко американская знаменитость не побывала у нее в эфире. 30 тысяч гостей за 25 лет. В 2005 году не на шутку разошелся Том Круз. Последнее шоу Уинфри записала накануне и смотрела его в Колорадо на ранчо модельера Ральфа Леурена, где мечтала побывать в 17 лет. Отметим, Опра была во главе списка самых влиятельных женщин Америки. Но в прошлом году ее подвинула певица Леди Гага. Да и рейтинги шоу в последнее время стали падать. Хотя официальная версия ухода, конечно, другая. Уинфри открыла собственный кабельный телеканал и хочет сконцентрироваться на его развитии. Это были все новости к этому часу. До встречи в 17-й часовом выпуске «Джарчи» на родном языке. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok